Разработчик Off-World Interactive анонсировал выход Starship Troopers Extermination из раннего доступа, показав анонсирующий трейлер, который явно вдохновлялся Helldivers 2, которая, в свою очередь, всегда явно вдохновлялась звёздным десантом. Так что если вы всё это время хотели получить ещё более классический космический десант из 90-х, чем могли вам дать посланные руководством Суперземли Helldivers, то 11 октября Starship Troopers Extermination выходит в полноценный доступ на ПК и одновременно дебютирует на PS5 и Xbox Series, причём с полным кроссплеем между всеми тремя платформами. Кстати, полный запуск игры принесёт с собой ещё и сюжетную кампанию, состоящую из 25 миссий, в которой, и это важно, вашим командиром станет не кто-нибудь, а Каспер Ван Дин, который вернётся к роли Джонни Рико из классического фильма 1997 года. Кроме того, в обновлении Carnage on Planet X11 появится новая механика, с которой трупы и останки врагов больше не исчезают. Напротив, тушки арахнидов накапливаются, позволяя использовать их тактически, как в качестве укрытия, так и для достижения новых высот, в прямом и переносном смысле. Кроме того, игра поддерживает кооперативные матчи до 16 игроков с логистическими и оборонительными элементами, добавляющими в шутер щепотку стратегии. Всем привет, это GSTV, сегодня четверг, 13 июня 2024 года, у микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Самый крупный предстоящий в скором времени релиз, не считая ожидаемого всеми DLC для Elden Ring, это Star Wars Outlaws, которая выходит 30 августа. Поэтому прошедшая на днях конференция Ubisoft Forward во многом была посвящена именно ей. И нам, наконец, показали очень приличный кусок разнообразного геймплея, да ещё и с комментариями нарративного директора Outlaws Джона Бьёрлинга. А в сети уже появились первые впечатления от превью игры, высказанные различными блогерами и журналистами, которым удалось провести в демо около часа, а не успели немного изучить мир, протестировать эпизод со стелсом, а также сражение в космосе. Поэтому уже можно взглянуть на предстоящий контрабандистский экшен сразу с нескольких точек зрения. Начнём с главного. И фанаты Звёздных войн, посмотревшие геймплейный ролик, и те, кому удалось лично пощупать демо, сошлись во мнении, что новинке однозначно удалось действительно перенести игрока в классическую вселенную Звёздных войн. Проработка персонажей, локаций, способов перемещения — всё это заслужило множество похвал. Но большинство людей, сыгравших в демо-версию, подчёркивают, что новая игра, влюбимая миллионами фанатов вселенной, явно рассчитана на массовую аудиторию. Поэтому ожидать от неё хардкора и глубины геймплейных механик не стоит. В отличие от Souls-like системы в серии Star Wars Jedi, все бои в Outlaws будут достаточно простыми, включая и космические баталии. Впрочем, на коротком отрезке игры рецензенты нашли их весьма увлекательными. Также многие подмечают пересечение с геймплеем The Last of Us, поскольку в процессе путешествия героиня собирает очень много ресурсов для прокачки и торговли. Показ на Ubisoft Forward начинался с аркадного автомата и продолжился игрой в собак в контине. По словам нарративного директора проекта, это неспроста. Главная героиня Кэй Вес — фанат всевозможных игр, и потому в них можно будет играть в разных точках галактики, а также находить места, где можно делать ставки на гонки. Все эти мини-игры, кстати, получили самые позитивные оценки от игроков в демо. Тут обязательно стоит учитывать возможность мухляжа при игре в собак. Он доступен и Кэй, и её соперникам. Джон Бьюрлинг также рассказал в презентации, что Кэй может общаться на нескольких языках, в том числе на языке хаттов, поэтому ей зачастую не нужны протокольные дроидопереводчики. А у её корабля, собранного в период Войн Клонов, есть своя загадочная история, которую нам хочется верить расскажет. Что не может не радовать? У игры всё вроде бы совсем неплохо с технической стороны. Как минимум, представленная на выставке демо работала без каких-либо проблем и с хорошей производительностью. Отметим, что тестировали Star Wars Outlaws на ПК с RTX 4080 в 4К и 60 FPS с высокими настройками и включённым DLSS. Если у вас возникают сложности с покупкой игр из-за ограничений, с Kids for Gamers вы можете снова вдохнуть свободу. Это торговая площадка с невероятным количеством товаров, и жителям РФ и Беларуси здесь доступно всё. Игры можно получать как ключами, так и гифтами. Можно закидывать игровую валюту, приобретать софт и пополнять свой баланс в самых крупных сервисах – Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Amazon и Netflix. В том же разделе можно купить подписку на PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Здесь много разных продавцов, благодаря чему есть конкуренция, а соответственно можно подобрать для себя наиболее выгодное предложение. Нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. Наш промокод GSTV снизит стоимость совершенно любого товара на 20%. С ним вы добьётесь минимальных по рынку ценников. Плюс на Kids for Gamers вам никто не запрещает торговаться, попробуйте написать продавцу в чат и попросить у него скидку. Мы уверены, что у вас получится сэкономить ещё сверху 10-20%. Фраза «торговая площадка» – здесь не пустой звук. Ссылка в описании. Компания Ubisoft показала ещё больше геймплея для нынешней любимой цели хейтеров в сети. Речь, конечно, про Assassin's Creed Shadows, которая, несмотря на ворчание фанатов исторической точности, почти наверняка всё равно сделает отличные продажи. Поэтому теперь, когда у нас есть большой тринадцатиминутный геймплейный ролик, давайте обсудим, что же интересного нам показали и рассказали про игру. Помимо возможности встретить и погладить собаку породы Акито Ино, чего, безусловно, все ждали от Assassin's Creed в японском сеттинге, самое важное тут, что игроку можно выбирать, за какого героя он сейчас хочет проходить игру. Причём переключаться между самураем и шиноби можно в любой момент. Главное – быть вне боя и не находиться на вражеской территории. Более того, если в катсцене присутствуют оба главных героя, то можно выбрать, кто из них будет разговаривать с NPC. Кроме того, нам наглядно показали, как разительно отличаются друг от друга главные персонажи с точки зрения игрового процесса. Яске не очень быстро размахивает оружием и передвигается, зато он надёжно защищён, силён и очень живуч. Но вообще на мобильность персонажа дополнительно влияет броня. Сняв её, игроки ускорят атаки и повысят ловкость героя, но, естественно, и снизят защиту. У врагов броня тоже есть, и её можно будет с них сбивать. Для этого имеются отдельные индикаторы, на которые стоит обращать внимание. В игре будет реализована система стоек, принять одну из них можно в любой момент. Атака из неё нанесёт врагу больший урон, но сам персонаж в стойке становится уязвимее. При этом противники тоже могут принимать различные стойки, в том числе реагируя на действия игрока. Шиноби Наоэ может прятаться во тьме, пусть и не слишком скрываясь при этом от наших глаз. Противники тут разумно подслеповатые. Также девушка умеет зависать у врагов над головой, а её крюк-кушка может цеплять врагов, чтобы быстро их убивать или перетягивать оглушённых жертв в безопасное место. Правда, Наоэ сложно сражаться с несколькими противниками сразу, в прямом столкновении. Она плохо защищена и не обладает живучестью яски. Но зато в её распоряжении есть трубочка для дыхания, позволяющая прятаться под водой не хуже Солида Снэйка. Кстати, про Солида Снэйка. Ритейлер GameStop решил затизерить релизную дату ремейка Metal Gear Solid 3. Она на днях появилась в соцсетях компании и сопровождалась предложением оформить предзаказ. В посте была прописана дата 17 ноября. Правда, как водится, через пару часов публикация уже была удалена. А на самом сайте магазина сейчас никакой возможности оформить предзаказ Metal Gear Solid Delta нет. Представители GameStop и Konami на момент написания текста к этому видео никак не прокомментировали возможную утечку даты релиза, так что остаётся вероятность, что ритейлер и правда случайно объявил об открытии предзаказов раньше времени. А значит, дата вполне может быть реальной. Мы можем легко предполагать, что в стенах издателя она уже намечена хотя бы ориентировочно. В конце концов, на сайте Konami предзаказы принимают. Однако 17 ноября в этом году выпадает на воскресенье, а игры обычно выходят в рабочие дни. Впрочем, портал IGN, один из первых заметивший утечку, предположил, что логика у такой даты всё же есть. Оригинальная игра вышла как раз 17 ноября. Впрочем, ранее дата-майнер Билл Билл Кун, который довольно редко ошибается, сообщал, что ремейк Снэйк Итер выйдет только в следующем году, и фанаты, ждущие игру, уже успели заметить, что в сообщении GameStop вообще-то не упоминался год выхода. Возможно, историю Снэйка стоит ждать в ноябре 2025 года. Konami, пока суть до дела, успела показать новую коллекционку. В неё войдёт диск и различные бонусы, вроде ID-карты главного героя, и небольшой террариум, в котором находится сам Нейкед Снэйк. Но, несмотря на значение дословного перевода его имени, фигурка героя будет представлена всё-таки в одежде. Konami обещают, что террариум можно будет дорабатывать под свои нужды, так как все предметы внутри легко снимаются. Правда, реальную змею туда поселить вряд ли получится. После прошедших презентаций огромное количество поклонников жанра Souls-like особенно заинтересовались мрачным миром Phantom Blade Zero. Однако представители студии S-Game сразу же предупредили, что их произведение Souls-like не является. И несмотря на многослойность полуоткрытых локаций, напоминающих творения From Software, скоростная боёвка китайского проекта придерживается именно экшен-паттернов, завязанных на агрессивных комбо и постоянном движении. А журналисты и блогеры, которым на Summer Game Fest удалось протестировать демо, сообщают, что по ощущениям боевая система лишь немного похожа на таковую из серии Dark Souls, но гораздо больше напоминает Devil May Cry и Metal Gear Rising, так как основана на создании комбо. Да и враги в превью-версии не возрождались после смерти. Однако является ли это особенностью демки, или Phantom Blade Zero в целом проигнорирует эту механику, пока не ясно. Тестировавшие демо также рассказали, что в игре есть скрытые зоны, в которые придётся проникать, пробегая по стенам или прыгая со скал. Игру, кстати, обещают сделать непростой в прохождении. И хотя для неподготовленных игроков на стенде Summer Game Fest сложность демки специально понизили, авторы всё равно остались довольны тем, как им удалось помучить первых геймеров. Для Diablo 4 вышел патч 1.4.2, добавивший персонажам питомцев. И это не просто спутники главного героя. У них есть специальное умение собирать ресурсы или подбирать выпавшие из монстров предметы, чтобы игроку не приходилось на это отвлекаться. Чтобы получить такого питомца, игрокам потребуется пройти специальное задание. Скорее всего, пушистых друзей ввели в Diablo 4 именно сейчас, чтобы добавить их в комплект к дополнению Vessel of Hatred. В зависимости от купленного издания, владельцы DLC могут получить одного из трёх питомцев — снежного леопарда, собаку и тигрицу с приятным уху именем Наталья. Tripwire Interactive на PC Gaming Show презентовала Killing Floor 3. Игра выйдет в начале 25-го года. Те, кто знаком с франшизой, уже догадываются, что нас ждут орды зомби, стремящихся разорвать игроков на части. Кроме того, нам показали блота — очередного кошмарного Зеда, который может раздуваться, становясь сильнее, а также изрыгать на людей что-то вроде кислотного раствора. События Killing Floor 3 разворачиваются в будущем примерно через 70 лет после событий второй части. По сюжету, повстанцы из группы Nightfall пытаются уничтожить мегакорпорацию Horzine, создавшую орду роботизированных чудовищ. Геймплей на Killing Floor 3 — это всё ещё шутер от первого лица, в котором нужно побеждать волны врагов и зарабатывать ресурсы. Последние нужны, чтобы покупать оружие, открывать умения и ещё эффективнее побеждать волны врагов. Основным блюдом предлагается кооперативный режим до пяти человек в команде. В коротком интервью разработчики рассказали о некоторых изменениях и улучшениях в продолжении. Теперь врагов на картах будет больше, и сражения с ними станут сложнее, так как чудовища научатся новым способам передвижения, вроде ползания по стенам. Зато игроки смогут отстреливать задом конечности, при этом следы от пуль останутся на цели, а плоть будет реалистично обугливаться. Однако кое-кто из противников сможет продолжать бой и после серии попаданий, так что вам нужно будет отыскивать их слабые места и бить по ним изо всех сил. Волшебная Avowed, спин-офф в диалоге Пиларс of Eternity от авторов Fallout New Vegas, получила сюжетный трейлер на шоу Xbox Games Showcase, а после студия Obsidian также поделилась свежей демонстрацией игрового процесса и небольшим интервью с разработчиками. В нём геймдиректор Кэрри Паттель, помимо всего прочего, подтвердила, что в Avowed всё-таки запланирован опциональный вид от третьего лица. Напомним, что это не просто магический шутер, а полноценная ролевая игра от метров жанра. В ней будут деревья навыков, выбор диалогов и компаньоны. Сюжет будет вращаться вокруг борьбы за власть в магических землях, где главный герой пытается положить конец загадочной болезни, которая превращает их в пустоши. Также здесь будут представлены типичные для Obsidian фракции, как это было и в Fallout New Vegas и в The Outer Worlds. Это значит, что именно от решений протагониста будет зависеть и то, кто в итоге победит, а кто проиграет, и то, как именно это произойдёт. Поскольку у разных фракций, конечно же, будут свои идеи о том, как правильно лечить местную чуму и стоит ли это вообще делать. В кусочке геймплея, который показала Паттель, был представлен регион Emerald's Tear. Судя по всему, игрок попадает туда довольно рано. На этой изумрудной лестнице располагается анклав анимансеров, которые занимаются изучением сущности душ. Одна из анимансеров, Яцли, станет нашим компаньоном. Также нам показали лагерь отряда, своеобразный хаб, где можно взять передышку, пообщаться с напарниками и обновить снаряжение. А вот улучшениями навыков и способностей можно будет заниматься не только там, а вообще в любой момент игры. Разработчики отметили, что хотели дать игроку как можно больше разных возможностей для создания вариативности в сражениях и исследовании. Главный герой, Вауд, богоподобный, и это отражается на его внешности, а опциональный вид от третьего лица как раз успешно показывает выбранный стиль протагониста. Ну и разнообразную косметику тоже. Причём обещается, что окружающие персонажи будут на внешность героя как-то реагировать. Забавно, но ни в одном из видео дату выхода Эвауд опять не назвали. Зато через несколько часов после презентации Xbox на сайте Obsidian обнаружилась фраза «Если ничего не изменится, то Эвауд выпустят 12 ноября 2024 года». Однако через пару часов точную дату заменили на просто 2024 год. Но фанатов так просто не проведёшь, они теперь уже настроились на Эвауд в ноябре. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Boosty и Telegram. Заглядывайте почаще, у нас всегда есть новости. До встречи на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok